МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Историко-краеведческий музей, дворец школьников, микрорайон Берлик и центр настольного тенниса. Делегация из Омска посетила социально значимые объекты Петропавловска. Оплата коммунальных услуг уходит в онлайн. В регионе закрываются кассы ТОСИ в кассы НЕРГОСБЫТ. Обстоятельства выясняла наша съемочная группа. Такси на Дубровку заказывали? Правная дорога – социальный проект Салимхана Сабитова. Его автошкола для людей с ограниченными возможностями первая и пока что единственная в Казахстане. Подробности далее. Делегация из Омска во главе с губернатором Виталием Хаценко посетила социально значимые объекты города Петропавловска. Один из них – областной историко-краеведческий музей. Здесь хранятся экспонаты, рассказывающие об истории нашей страны и региона. Конечно, степени посвящены традиционному казахскому национальному костюму. Здесь у нас представлен русский или славянский костюм. Во дворце школьников для первых руководителей приграничных областей провели экскурсию по классам, оснащенным современным оборудованием. Работают здесь 11 кружков и секций. Посещают дворец школьников порядка трех тысяч детей. Мы встречаем детей у нас в университете и помогаем, даем консультационную поддержку и прочее. Все многообразие исследований делится на несколько направлений научной экспериментации. И каждый педагог работает в своей сфере. Далее делегации показали новостройки в микрорайоне Берлик. На данный момент там возвели 700 домов. Виталий Хаценко отметил оперативное строительство и был удивлен, что за короткий срок вырос целый поселок. В центре настольного тенниса омичам показали современную оснащенность. Спортивные объекты открыли на днях. Общая стоимость проекта составляет 3,5 миллиарда тенге. Строительство завершили за 8 месяцев. Глава региона ГАО Снур Мухамбетов и губернатор Омской области Виталий Хаценко сыграли партию. Валерия Сиваш, Матвей Колесников, МТРК. Особенная автошкола для особенных людей. Идея социального проекта «Равная дорога» у Салимхана Сабитова появилась 6 лет назад, в 2018 году. Тогда он твердо решил, что возможность обучаться вождению должна быть у всех. Проект реализовали и при поддержке Ассамблеи народа Казахстана. Практически сразу он доказал свою значимость и уникальность. Очень хорошо поработал именно год, именно с 2018 по 2019 годы. До пандемии за один год, можно сказать, выпустились порядка 23 выпускников. И это очень хороший показатель, на самом деле. Среди них 10 человек с инвалидностью, 10 человек с ограниченными возможностями, так скажем. Четверо из них уже приобрели себе автомобиль, переоборудовали, катаются по городу, ездят на работу, ездят в районы к родителям. В первом потоке, когда учились, были среди них и девушки, и Екатерина. Она до сих пор иногда звонит, благодарит за проект, потому что она сейчас уже вторую машину поменяла. Хотя первые дни она не имела себе представления, что вот она когда-то сядет за руль. Она мечтала просто, это была просто ее мечта. А сейчас, когда она уже управляет, она вспоминает эти дни, вспоминает уже то, что она переборола страх и уже уверенно управляет машиной. Обучение в автошколе длится полтора-два месяца. Этого времени вполне хватает для того, чтобы начать уверенно водить машину. Однако главной проблемой по-прежнему остаются непочтительные водители, которые встречаются на дорогах практически ежедневно. У нас, к сожалению, культура не развита, можно сказать, в этом направлении. Потому что, несмотря на то, что в машине есть знаки, отличия как буква У, знак с инвалидностью, да, вот логотипы, начинают люди сигналить. Хотя, согласно правилам дорожного движения, наши курсанты не нарушают правила. То есть, взяли правый ряд, не больше 40 км в час они ездят. Но у нас есть в городе лихачи, которых это не устраивает, они начинают сзади сигналить. Это лишний раз мешает при обучении, при вождении для лицограничных возможностей вдвойне. Алексей Маслов – один из первых выпускников автошколы. Такси на Дубровку заказывали. Просьба пристегнуть ремни безопасности. Мы входим в зону турбулентности. Удобный автомобиль тем, что у него ручное управление. И двустороннее можно управлять как правой рукой, так и левой. Мужчина записался на занятия сразу, как только узнал о наборе. Салимхана Жанатовича я знаю очень давно. И знал, что он готовит проект автошколы именно для людей с ограниченными возможностями. Автомобиль на ручном управлении. И я очень долго ждал, пока эта автошкола откроется. И как только он ее открыл, я первым потоком пришел учиться, закончил, отучился. Но мне очень понравилось. Потому что таких машин, во-первых, у нас мало. В то время было, сейчас уже не смотрел, но было очень мало. И возможность отучиться, это тоже в Казахстане я нигде не нашел. Только вот эта автошкола «Равная дорога». Первые только минут 15, наверное, как у всех. Ну, даже не 15, минут 5. Вот такой мандраж, пока не проехал первый поворот, первый перекресток. А потом все, как рыба в воде. Автошкола «Равная дорога» – первая и пока что единственная не только в нашем регионе, но и во всем Казахстане. Со временем Салимхан Сабитов планирует масштабировать свой проект. Я буквально в ноябре поеду снова в Западную Казахстанскую область. Буду мотивировать молодежь. И как раз-таки на одной из мотивационных встреч в Мангоставской области я встретился с предпринимателями именно Мангоставской области. Они говорили, что давайте открывайте в нашем регионе также. И спрос по Казахстану очень огромный. Звонят очень часто с Хосанайской области, с Шемкента звонят, с Акмолинской области. Кто живет на территории Североказанской области, они приезжают. Вот у меня был опыт, когда приехали с Айртавского района. Парень Дамир передвигается при помощи костылей. Но он прошел курс буквально за полтора месяца. Он снимал все это время здесь квартиру. Сейчас он в Айртавском районе. Сейчас автошкола находится в поиске инструктора. Преподаватель должен быть не только опытным водителем, но и ответственным, толерантным человеком. Валерия Филатова, Шерния Симанов, МТРК. Время уже три часа дня. Перед Зайнисом Гандыковой в очереди еще 100 человек. Когда 74-летняя пенсионерка попадет домой, даже не знает. Пришла утром, чтобы оплатить в кассе счет за коммунальные услуги. Но здесь уже была целая очередь людей. Все дело в том, что кассы по оплате услуг в городе закрываются. Все в кассе энергосбытия. Их осталось две. Вот 346-й, представьте себе. Сейчас вот 240-й. Еще впереди меня 100 с лишним человек. И когда моя очередь дойдет, все обращаемся как. У нас вот, например, у меня сахар второго типа. Мне надо где-то попить, где-то что-то. А ну, видите, как приходится ждать. Это же невозможно. И все обращаются в возрасте люди. В очереди в основном пенсионеры и люди с инвалидностью. Приходят в кассу они, потому что видят это единственной возможностью оплатить коммуналку. Банковскими приложениями пользоваться не могут, поскольку нет смартфонов. У традиционных кнопочных телефонов нет такой функции. 33-летняя Светлана Петрова инвалид по зрению. Она не видит. Рада бы и пользоваться гаджетами, оплачивать онлайн. Да не может. Вышла старшая кассир, предупредила, что сейчас работают две кассы. В ноябре будет одна, в декабре закроется полностью все. И будем платить через интернет, через Каспий. Это крайне неудобно, особенно тем, кто плохо видит. Пожилым людям, у кого нет смартфонов, айфонов и прочее другого. Сказали, надо будет ходить на Каспочту, а на Каспочте очень много народу. Так же, как и сейчас, здесь больше 500 человек. Я хочу попросить наше руководство города, чтобы приняли меры Акима области, Акима города, чтобы создали правильные условия для нас, для пожилых людей, чтобы платить нам через кассы, чтобы было все максимально удобно и крайне легко. По словам генерального директора Теосев Кассэнергосбыт, закрытие кассы – это запланированная мера в рамках цифровизации всех процессов, в том числе и по взаимодействию с потребителями коммунальных услуг. Все это делается в рамках поручения президента о минимизации любых физических контактов монополистов с потребителями. Теосев Кассэнергосбыт уже несколько лет проводит планомерную работу по переходу на онлайн-платежи. Так, до 2020 года доля наличных платежей составляла более 50%. В настоящее время этот показатель снизился до 8%. Мы исследуем общеказахстанской тенденции по сокращению наличных платежей и переходу полностью на безналичный расчет. Во многих городах Казахстана эти процессы уже внедрены. Безналичные платежи уменьшают возможность ошибок со стороны нашего персонала, поскольку исключается человеческий фактор при обработке платежей. Происходит автоматизация всех процессов, что позитивно сказывается на качестве предоставляемых услуг. Переход на онлайн-платежи позволит товариществу сократить расходы на содержание помещения, на оборудование для работы с наличностью, его обслуживанием на зарплаты кассиров. Таким образом, переход на онлайн-платежи приведет к снижению затрат, которые входят в тариф. 1 января был изменен у нас порядок работ КАС в сервис-центрах. Вы знаете об этом. Пажумабаев 66. То есть, для полного информирования населения в сервис-центрах находятся консультанты банка второго уровня, а также консультанты нашей компании. То есть, потребители наши, сейчас мы несколько лес прорабатывали, и наши потребители сейчас имеют возможность оплачивать за услуги, за коммунальные услуги через терминалы. На данный момент две кассы по улице Макжана Жумабаева 66 функционируют в штатном режиме. Также коммунальные услуги можно оплатить через приложение и в кассах банков второго уровня. О каких-либо дальнейших изменениях население повестят заранее, пояснили в товариществе. Камила Карим, Вадим Мударисов, Ширния Зыманов, МТРК. Семь женщин из Таджикистана незаконно работали на полигоне твердых бытовых отходов в Петропавловске. Ни одна из них при въезде в страну не указала цель прибытия трудоустройства. Этот факт выявили сотрудники отдела миграционной службы городского управления полицией. С 14 октября в области проводится второй этап республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал». В поле зрения полицейских – строительные объекты и рынки, точки продажи одежды и продуктов питания, железнодорожные и автовокзалы, сельхозпредприятия и другие объекты. Работа ведется совместно с участковыми инспекторами, оперативниками, патрульными, сотрудниками приемника-распределителя и отдела административной полиции. В рамках рейда выявили еще 9 нарушений миграционного законодательства со стороны иностранцев. Среди них незаконное трудоустройство двух граждан Узбекистана на строительстве коммерческого объекта, отсутствие разрешения на временное проживание и продажу фруктов у гражданина Азербайджана. Всего за несколько дней операции «Нелегал» выявлено 147 нарушений иностранцами миграционного законодательства. 12 работодателей понесли административную ответственность за незаконное привлечение иностранной рабочей силы. В ночь на 22 октября в Вайертауском районе на автодороге областного значения Саумалколь-Новоишимская 29-летний водитель Киарила совершил наезд на лошадь, перебегающую проезжую часть. Еще один такой случай произошел на дороге местного значения возле села Брлыстык, где перед автомобилем Тойота под управлением 65-летнего пенсионера из города Кокшитау появились сразу две лошади. В обоих ДТП люди не пострадали. Машины получили механические повреждения. Лошади убежали в неизвестном направлении. Неделю назад на территории района Макжана-Жумабаева под колесами Хёндай погибли две коровы. Машина была серьезно повреждена. Водитель не пострадал. Полицейские предупреждают водителей быть внимательными на ночных дорогах, снижать скорость на сложных участках, возле населенных пунктах, в местах установки знаков «Перегон скота». В связи с поручением государства по программе «Двух миллиардов деревьев» мы ежегодно производим увеличение питомников. Вот в прошлом году разбили новый питомник. Площадью тут 0,8 гектар огородили, проверили почву. Для воспроизводства лесов нужны качественные семена. В Пресновском лесном хозяйстве Шамбылского района их производят самостоятельно. Ежегодно мы производим увеличение нашей посевной площади и собираем семена березы. Вот в этом году собрали 520 килограмм березы. Семена были обследованы, отправлены в Кахшатаусскую лесосеменную станцию, где кондиционность у нас показала первого и второго класса. Семена будут высеяны на временных питомниках, в трех лесничествах. Собирают семена обычно в августе лесничьи. Они же очищают, сушат их и отправляют на экспертизу. Площадь Пресновского лесного хозяйства – 30 тысяч гектаров. Сюда входят Кладбинское, Пресновское и Троицкое лесничества. Часто его посещают школьники. На специально отведенном гектаре организован школьный питомник, где юным натуралистам рассказывают об окружающей среде. Ничего на свете лучше нету, чем спасти от гибели планету. Будет лес, любимый свежий зелен, эту радость мы с тобой разделим. Каждый год выезжаем либо в заповедную, как раз таки в питомник, и мы высаживаем деревья. Также мы высаживали деревья буквально в прошлом году около въезда на Пресновку. На самом деле, эта деятельность очень полезная для озеленения нашего края, потому как это будет улучшать экологическое состояние нашей природы и нашей области. Ведет кружок лесничества учитель географии Пресновской общеобразовательной школы-гимназии имени Ивана Шухова Валентина Шаупина. Ежегодно мы ездим в город Петропавловск на форумы для слет лесничеств. Последние два года были у нас призовые места, вторые места занимали. Также у нас есть призовые места в конкурсе краеведов. Руководит Пресновским лесным хозяйством Сейджан Курлеутов. А лес для него целая жизнь. Посвятил этой сфере почти 40 лет. К дню работников леса мы завершили основную сельницу хозяйственной работы. Это, например, обработка милизованных, полосу стройства. Сегодня мы 100% выполнили. По посланию президента задача была 21-25 посадить 2 миллиарда деревьев. Мы полностью выполнили посадку леса и по количеству, и по гектару. У нас 1 миллион 220 тысяч. Это 202 гектара. У Сейджана Калыковича есть хобби. Он коллекционирует рога животных. В его кабинете висит лишь малая часть. Особые есть, другие, такие красивые, которые смотрятся. Охотникам, игрям я всегда заказываю. Мне интересно вот это все собирать, коллекционировать. Очередной летний сезон здесь завершили с хорошими показателями. Ни мелких возгораний, ни пожаров не было. Отчасти это благодаря современному материально-техническому оснащению. Скоро зима, но и в это время работы хватает. Развоз кормовых веников для животных, борьба с браконьерством и другое. Александра Рудина, Матвей Колесников, МТРК. Грандиозная распродажа пятигорских шуб в городе Петропавловск с 15 по 31 октября. Большой ассортимент, приятные цены. Норка, мутон, дубленки. Акция «Сдайте старую шубу, получите скидку на новую 100 тысяч тенге». Ждем вас по адресу Чуканово-Алиханово, 15А, рядом магазин «Изюминка». Время работы с 10 часов утра до 7 часов вечера. Действует рассрочка под 0%. Компания «Теплэка» — единственный российский производитель энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. «Теплэка» работает по принципу русской печи. Быстро нагревается, а затем долго отдает тепло. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5 тиловатта в сутки. Обогреватель не сушит воздух и не выжигает кислород. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель «Теплэка». Приобрести его можно по адресу Петропавловск, улица Бастандыкская, дом 78, телефон плюс семь семьсот семь, триста сорок три, шестьдесят два, восемьдесят два. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. Более ста магазинов в России. Накануне Дня библиотекаря в областной детско-юношеской библиотеке имени Габита Мусрепова провели методический семинар «Составные успеха библиотекаря. Профессионализм плюс креативность». Пригласили работников районных детских библиотек, сельских филиалов и центральных районных библиотек. Говорили о применении искусственного интеллекта в библиотеках и его внедрении в учебный процесс. Цель данного мероприятия является не только повышение уровня профессиональных компетенций библиотекаря, но и развитие их креативности. Также библиотекари смогут сегодня обменяться своим опытом. В своем последнем послании президент Касымжамар Такаев говорил о том, что Казахстан должен стать страной, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии. Поэтому сегодня мы пригласили на сегодняшнюю встречу сертифицированного бизнес-тренера, который расскажет о том, как искусственный интеллект можно применять в библиотечно-профессиональной деятельности. За круглым столом собрались порядка 30 библиотекарей со всех районов. Жанна Копеева приехала из района Шалакына. Этой сфере посвятила 25 лет. Говорит, что участие в таких семинарах повышает профессионализм и способствует обмену опытом. А еще замечает, что несмотря на развитие цифровых технологий, молодежь стала больше проявлять интерес к книгам. Работа очень интересная, очень такая творческая. Мне очень нравится работать с детьми, поэтому я осталась в этой сфере и работаю. Ведь книга для ребенка – это самый главный источник знаний. Поэтому я хочу поблагодарить своих коллег за такие, столь такие интересные мероприятия. Читают хорошо, им какую-то другую литературу надо. Дети уже просят другие литературы, комиксы, ужастики, другие жанры. Их почему-то больше интересуют. Ну, а также классика остается классикой. Поэтому мы, конечно, их востребование, все это, как востребованные книги, конечно, мы, как бы, все это доставляем. Также здесь состоится награждение победителей и участников конкурса буктрейлеров, посвященного творчеству Бердебека Сокпакбаева. Он проходил среди работников районных библиотек в рамках республиканской акции «Одна страна, одна книга». Сегодня у участников семинара насыщенная программа. Посещение арт-галереи Батай и еще ряда культурных объектов города. Валерия Сиваш, Вадим Мударисов, МТРК. Ко дню республики в Высшем Северо-Казахстанском профессионально-педагогическом колледже провели конференцию ТЭД. Этот формат подразумевает обмен уникальными идеями участников. Для студентов ее проводят впервые. Поэтому для ребят это новый интересный опыт. Уверен в этом и первокурсник Олег Тихонов. Это очень важный праздник для нашей страны и мне приятно быть частью такого события. Для нас, студентов, это отличная возможность посмотреть на выступления интересных спикеров, а также обменяться идеями и мыслями. День республики – это не только повод гордиться нашей страной, но и возможность задуматься о ее будущем. На конференцию пригласили активистов из Ассамблеи народа Казахстана, библиотекарей, людей за плечами, у которых хороший опыт работы с аудиторией, о роли национального праздника Дня республики, о признании нашей страны на международной арене, об этом и о многом другом говорили собравшиеся. В зале присутствовали студенты колледжей города и Таншинского района, а также Казыбаев Юниверсити. Этот праздник является основоположником или началом, который дал путь или начало развития нашей независимости. Казахстан, мы знаем, возглавлял ОБСЕ в 2010 году. Далее у нас формирован институт междунационального согласия, это Ассамблея народа Казахстана 1 марта 1995 года. И опыт сотрудничества, взаимосвязи, культур, религий, этносов на территории Казахстана, он перенимается мировым сообществом, многие заинтересованы именно этим. Лучших ораторов на конференции отметили памятными сертификатами. Александра Рудина, Александр Янсен, МТРК. Ко дню республики активисты городского молодежного ресурсного центра и Центра общественного развития информации провели для молодежи квест «Казахстан-Бакыт-Ардасы». В интеллектуальной игре сошлись команды студентов городских колледжей. Они отвечали на вопросы по патриотическому воспитанию. Как все знают, что 25 октября у нас отмечается День республики Казахстан. И мы это мероприятие привлечили именно к этому дню знаменательному. Мы будем им вопросы задавать, они также командами будут отвечать на эти вопросы. И в конце этого мероприятия мы будем награждать дипломами и подарками. Это был очень интересный квест, так как у нас было несколько разных туров очень интересных. Таким был первый тур, в котором мы должны были разгадывать картинки. Это было очень интересно и увлекательно. Конечно же возникли некоторые сложности, но в целом было все очень весело. Компания Теплэка – единственный российский производитель энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. Теплэка работает по принципу русской печи – быстро нагревается, а затем долго отдает тепло. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5 кВт в сутки. Обогреватель не сушит воздух и не выжигает кислород. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель Теплэка. Приобрести его можно по адресу Петропавловск, улица Бастандыкская, дом 78, телефон плюс 7707-343-6282. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. Более 100 магазинов в России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова